антивирусные мероприятия китай запрещает использование касперского облачно без осадков в редмонде готовят новый сервис без 7 футов под килем гугла баржи утонули вы смотрите телеканал 24 кизет и это проект про нет неизменно увлекательно о гаджетах технологиях и концептах ну а начнем сообщение о китайском хай-тек вето в китайской народной республике настороженно относятся к заморскому программному обеспечению взять хотя бы недавний запрет на использование windows 8 в министерствах и ведомствах это не то фобия не то настороженность получила свое развитие в поднебесной решили запретить использование во всех государственных учреждениях американский и российские антивирусы симонтек и касперский соответственно в конечном итоге доступом гос рынку антивирусов отныне владеет только пять компаний и в общем то неудивительно что все они китайские очередной запрет это логическое продолжение отказа от использования зарубежного софта государственными чиновниками высокого ранга очевидно это пусть и запоздалая но все же реакция на ряд шпионских разблочений сделанных сноуденом которые не на шутку встревожили официальные лица многих государств microsoft готовится к введению в строй нового сервиса новинка будет базироваться на технологии cdn позволяющая оптимизировать распределение и доставку сетевого контента более того предположительно служба будет называться свой в пользу этого варианта говорят как зарезервированные доменные имена так и заявление о регистрации торговой марки все эти действия наталкивают на мысль о том что сервис будет запущен уже очень скоро иначе одноименные домены не отправляли бы пользователей на страницу поисковика bing который также принадлежит microsoft заявление о регистрации торговой марки описывает свой как программное обеспечение для компьютера онлайн компьютерное приложение и программное обеспечение как сервис в ренмонде официально эту информацию не комментирует но технология сиден используется обычно для эффективной передачи данных по сети в том числе и для стриминговых сервисов так поступает например netflix и apple более того облачное направление от один из главных приоритетов корпорации об этом говорил директор компании сатя надела исходя из перечисленного можно предположить что сервису быть и майкрософт все-таки займется потоковой передачей данных например видео google несомненно большая компания но есть вещи которые слишком велики даже для всезнающего поисковика нашумевший но так и не получивший развитие проект с баржами закрыт четырехэтажные плавучие конструкции планировалось использовать в качестве огромных выставочных павильонов для презентации новых продуктов однако судно будет продано а надстройку из контейнеров скоро демонтируют баржа оказалась хлопотным хозяйством мало того что посудину купили за 3 миллиона долларов так еще за ее швартовку отдали 400 тысяч о том что судно принадлежит google стало известно от владельца морского терминала осенью прошлого года когда баржа только была обнаружена сми выдвигалась много предположений о том как может быть использована плавучая громадина многочисленные версии приписывали баржи функции выставочного зала или интерактивного пространства где пользователи могли бы знакомиться с новыми технологиями некоторые даже предполагали что google таким нетривиальным способом будет продавать умные очки собственного производства кому-то мерещился резервный дата-центр созданный на случай стихийного бедствия на поверку баржа оказалась обычным шоу-румом судя по всему крайне нерентабельным так что фигурально выражаясь этот проект поисковика затонул на сегодня все вы смотрели программу про на все наши выпуски ищите также на сайте канала 24кз и оставайтесь на сегодняшний день